Археология Древнего Востока. Урок 11. Мессия в пророчествах и истории. В течение полутора тысяч лет израильский народ пребывал на земле обетованной. Всё это время, несмотря на многие потрясения, Израиль сохранялся как нация исключительно благодаря надежде на пришествие обещанного Мессии. Это упование, по сути, появилось ещё на заре человеческой истории. Прежде чем согрешившие Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, им свыше был обещан избавитель, который однажды сокрушит голову змея, то есть дьявола. Это записано в книге Бытие, 3 главе, 15 тексте. Позже патриарх Иаков пророчествовал о наступлении дня, когда придёт примиритель из колена Иудина, в 49 главе книги Бытие. Когда Израиль вступил в землю обетованную, пророк Валаам провозгласил «Восходит звезда от Иакова». Незадолго до смерти Моисеем было сказано «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». После того, как израильский народ поселился в Палестине, так называемые мессианские пророчества звучали ещё более определённо. В словах пророчества Исаии, которые использовал Георг Фридрих Гендель в своей знаменитой оратории «Мессия», говорится следующее. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаия, 9 глава, 6 текст. Пророк Михей в 5 главе своей книги предсказал место рождения Христа. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдёт мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, одней вечных». Пророк Захария предсказал триумфальный въезд Мессии в Иерусалим и последующее предательство Сына Божьего за жалкие 30 серебряных монет. «Ликуй от радости дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все, царь твой, грядёт к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице». И в другом тексте. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Царь Давид написал псалом, который во все времена почитался иудеями как мессианский. В этом 21-м псалме говорится «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жеребий. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Исаия также пророчествовал о страданиях Мессии ради спасения грешников. В 53-й главе книги пророка Исаии сказано «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он эстезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца ведён был он на заклание. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребён у богатого». Слово «Мессия» еврейского происхождения и означает «помазанник». Слово «Христос» — греческий эквивалент еврейского слова «Мессия» в Новом Завете и также означает «помазанник». При рождении Иисус Христос получил имя Иешуа, означающее «Яхва» или «Ягова» спасает. По-гречески это имя произносится Иесус. В книге пророка Даниила 9 главе 25 тексте предсказано точное время пришествия помазанника Божьего. Данное пророчество относится к помазанию Мессии в начале его служения по исполнению ему 30 лет. Точная дата рождения Христа остаётся неустановленной. Известно лишь, что Ирод Великий, пытавшийся убить младенца Иисуса, умер в четвёртом году до нашей эры. Или, как говорят, до Рождества Христова. Иисус, безусловно, родился до смерти Ирода Великого. В связи с этим выявляется довольно парадоксальный на первый взгляд факт. Получается, что Христос родился до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Причина такого несоответствия заключается в следующем. В 525 году нашей эры папа Иоанн I поручил итальянскому монаху Дионисию Экзикусу составить новый календарь. Дионисий взял за точку отсчёта Рождества Христа, разделив время на до и после этого события. Однако в процессе работы он допустил ошибку в расчётах. К тому времени, когда его ошибка обнаружилась, было уже слишком поздно менять сложившуюся хронологическую систему. Так мы получили данное несоответствие, а именно Христос родился в четвёртом году до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Что же касается месяца и дня, то маловероятно полагать, будто Иисус и в самом деле родился в ночь на 25 декабря по западному летоисчислению, или в ночь на 7 января по восточному. Во-первых, в середине зимы в Палестине часто на земле лежит снег, и, следовательно, пастухи не стали бы в это время держать свои стада на полях, как о том сказано в библейском повествовании. Во-вторых, именно 25 декабря во многих нехристианских религиях праздновали день рождения Солнца. Поскольку точная дата рождения Иисуса не была известна, христиане просто соотнесли день Рождества Христова с ежегодным праздником в честь дня рождения Солнца. Иосиф и Мария жили в Назарете, расположенном в Северном Израиле, и казалось, что именно здесь Марии и предстоит родить ребенка. Но библейское пророчество однозначно предсказывало, что Мессия родится в городе Вифлееме. И вот, за тысячи километров от Палестины, в Риме, издается указ, который изменяет все планы будущей матери. В Евангелии от Луки, 2 главе, сказано, «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Данный указ вынудил Иосифа и Марию идти в Вифлеем, город их предков, где вскоре и родился Мессия. В центре Анкары, столице Турции, сохранился очень древний архитектурный памятник, известный как Храм Августа. Он был возведен во II веке до н.э. и посвящен Севилле, божественной покровительнице Анатолии, местности в Малой Азии. Позже данный храм посвятили римскому императору Августу. На одной из его стен красуется длинное описание достижений правителя. В нем упоминаются три переписи населения, указы о которых были изданы августом в 28-м и 8-м годах до н.э., а также в 14-м году н.э. По всей видимости, указ, вышедший в 8-м году до н.э., исполнялся не очень быстро и достиг Палестины как раз в надлежащее время, указанное пророчествами. Иосиф и Мария достигли Вифлеема именно в те дни, когда младенцу надлежало родиться. В Вифлееме сегодня можно увидеть большую каменную церковь – Храм Рождества Христова. Многими христианами этот храм почитается как место рождения Спасителя. Под церковью есть пещера, в которой, считается, находились те самые ясли или хлев, где и произошло рождение Иисуса. Следует отметить, что почитание святых мест, в той или иной степени связанных с жизнью Сына Божьего, не практиковалось первыми христианами. К тому же у них не было для этого соответствующих возможностей. Они жили во враждебно настроенном окружении и подвергались постоянным преследованиям. Свои богослужения они часто были вынуждены проводить скрытно, порой даже с риском для жизни. Так происходило до того времени, пока, наконец, император Константин не объявил христианство государственной религией. Его мать, Елена, отправилась в Палестины, чтобы побывать в местах, связанных с жизнью Христа, и установить там памятники в честь его великого подвига спасения. Однако к тому времени было уже исключительно трудно определить нахождение тех самых мест. В наше время археологи установили подлинность лишь некоторых из них, другие оказались недостоверными. Большинство же пока не поддается точному определению, и к таковым относится упомянутый храм Рождества Христова. Нечто подобное можно сказать и о Назарете. В этом городе есть маленькая греческая церковь, внутри которой сохранился источник. Говорят, что из него в свое время черпала воду Мать Иисуса, Мария. Такое утверждение звучит вполне правдоподобно, поскольку это единственный источник воды в окрестностях Древнего Назарета. В этой связи можно упомянуть еще об одной маленькой греческой церкви, называемой Синагогальной, поскольку она стоит на месте старой синагоги, куда, как считается, на богослужение приходили и Иисус, и члены его семьи. Нет оснований оспаривать подлинность таких мест. Однако весьма сложно говорить о том, что Благовещение произошло именно там, где теперь высится величественное церковное здание. Невозможно также со всей определенностью указать место, где находился дом, в котором жил Иисус, или где располагалась плотницкая мастерская Иосифа. Несмотря на то, что в Вифлееме и Назарете сейчас многое изменилось и продолжает меняться, прекрасная атмосфера библейских времен все же ощутима. Хотя плотницкие мастерские теперь оснащены современными инструментами, но почти в неизменном виде сохраняются старые базары и узкие улочки. Гостеприимные арабы, живущие в этих небольших городах, с удовольствием показывают исторические места, почти не изменившиеся со времен Христа. Не вызывает никаких сомнений подлинность Галилейского озера, с которым связаны многие события времен земного служения Христа. Его размеры – 13 километров в длину и 8 в ширину. Это озеро славится чистой водой, и оно до сих пор изобилует рыбой. Не было ничего удивительного в том, что ученики Иисуса, забросив по его повелению сети, поймали так много рыбы, что их снасти стали рваться. Чудо же состояло в том, что такой улов пришелся на дневное время. По ночам все озеро исчеркано огнями с рыбацких судов, которые при удачном лове за одну ночь могут поднять на борт до 20 тонн рыбы. Но едва ли можно увидеть рыбацкую лодку в дневное время. Неудивительно, что в ответ на повеление Иисуса Петр поначалу возразил. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но, по слову твоему, закину сеть». Так проявилась вера Петра. Петр ясно сознавал, что без божественной помощи нет никаких шансов на улов рыбы в дневное время. В Библии описаны два случая, когда неожиданно налетевший шторм угрожал уничтожить лодки с учениками Иисуса. Человеку, неосведомленному о местных погодных условиях, подобная угроза кажется просто невероятной. Тех же, кто здесь живет и постоянно трудится на озере, такой поворот событий нисколько не удивляет. В обоих случаях, описанных в Евангелии, непогода бушевала ночью. Подобное действительно случается, когда яростные ветры вырываются из ущелья с восточной стороны озера и неожиданно вздыбливают поверхность озера, поднимая волны высотой в 4 метра. Однако подобные катаклизмы случаются только в ночное время. В своем обычном состоянии Галилейское озеро являет собой воплощение мира и красоты. Искрящиеся голубые воды, обилие на берегах диких цветов, буйно цветущих весной, а также ласкающие взгляды виды банановых плантаций и оливковых рощ, цветущих в условиях субтропиков. Все это создавало возвышенное настроение и способствовало особому восприятию наставлений на горной проповеди Иисуса Христа. Ежедневно от пристани Тиверии отходит деловито-пыхтящий баркас, который направляется к Айен-Геве и другим местам на противоположном берегу. Путешествие на судне позволяет туристу вернуться к тем дням, когда Иисус Христос ходил по воде этого озера и усмирял бурю или насыщал пятитысячную толпу голодных слушателей. В 1987 году на северо-западном берегу Галилейского озера была найдена лодка времен Иисуса. Недавно одна из коммерческих фирм создала несколько увеличенных копий этой лодки, назвав их лодками Иисуса. Теперь туристы могут путешествовать по озеру на них. Близ северной оконечности озера сохранились руины древнего города Капернаума. В Библии сообщается, что здесь Иисус исцелил тещу своего ученика Петра, а также больного проказы, вернул утраченные силы парализованному, исцелил сына некоего царедворца, воскресил из мертвых дочь Иаира и исцелил от болезни слугу римского сотника. Об этом сотнике иудейские старейшины отозвались так, «Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». В Капернауме действительно были раскопаны развальные синагоги, которые сейчас частично восстановлены. Из-под плит внутреннего двора археологи извлекли тайник с 20 тысячами монет, датируемых концом IV века. Ежегодно сюда приезжает до полумиллиона туристов. К сожалению, данная синагога никак не может быть той самой, которую построил упомянутый римский сотник. Впрочем, вполне вероятно, что существующая ныне синагога построена как раз на месте, упомянутом в Евангелии. Сегодня тут обосновались францисканские монахи, построившие у самой синагоги свою церковь. Между 1968 и 1977 годами они проводили здесь раскопки и обнаружили шестиугольное здание, на стене которого значилось имя Петр. Трудно сказать, действительно ли этот дом принадлежал апостолу Петру, но паломники прежних веков верили, что это и есть дом Петра, и именно они начертали имя апостола на одну из стен. До начала проведения раскопок практически все постройки древнего города находились под землей. Интересно, что в Капернауме Иисус совершил немало удивительных чудес, и все же жители города отвергли его. Тогда Христос произнес пророчество о будущем этого города. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Очевидно, именно так все и произошло. Жизнь в Капернауме угасла, и город оказался полностью погребенным под землей. Археологам удалось раскопать лишь малую толику. Капернаум и поныне покоится под многовековым слоем праха. Самые впечатляющие римские развалины на Ближнем Востоке сохранились близ Джараша, приблизительно в 35 километрах севернее Аммана. Здесь располагался один из десяти городов Римского Десятиградия, или Декаполиса. В этих местах проповедовал Иисус, и из этих городов вышли многие его последователи. Однажды Иисус изгнал легион бесов из человека, одержимого дьяволом. Человек тот был из Гадаринской области. Гадара — это еще один город, входивший в Десятиградии. Получив исцеление, он пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вполне вероятно, что он донес свидетельство о своем исцелении до улиц и огромной рыночной площади римского Джараша. В девятнадцатой главе Евангелия от Луки рассказывается о сборщике налогов Закхея, отличавшимся маленьким ростом, которому очень хотелось увидеть Иисуса, когда разнесся слух, что Иисус пришел в Иерихон. Не видя ничего поверх голов множества людей, он забежал вперед по пути следования толпы и влез на Сикамору, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить под деревом. К изумлению Закхея, Христос остановился у дерева, поднял голову, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Как известно, сборщики налогов или мытари собирали деньги в пользу ненавистных римлян, и многие иудеи относились к ним с большим презрением. Поэтому в толпе возникло недовольство, вызванное желанием Христа побывать в доме столь неприятного для всех человека, и тем самым выразить ему доброе расположение. В свою очередь Закхей, устыдившись такой расположенности Спасителя, пообещал исправиться в своих делах и поступках, а Христос сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Любопытно, что истории известно существование целых трех Иерихонов. Первый из них – древний город, завоеванный еще Иисусом Новином. Во времена Иисуса Христа этот город представлял собой груду развалин. Существует и современный Иерихон, заселенный арабами. Большинство туристов приезжают посмотреть именно на эти два города. Но есть еще один Иерихон, существовавший во дне Иисуса Христа. Он находится юго-западнее современного Иерихона и покоится на вершине холма. Очень немногие туристы заезжают в эти места. Именно здесь Ирод Великий возвел свой дворец. Ирод жил в постоянных подозрениях и страхе быть свергнутым с престола. Стоило лишь появиться слуху, что кто-то из его родственников готовит заговор и переворот, как Ирод немедленно предавал того человека смерти. Среди таких неудачников оказались жена Ирода Мариамна, его сыновья Аристабул, Александр, Антипатор, а также Аристабул, брат жены. Последнего Ирод приказал утопить в дворцовом бассейне Иерихона. Однажды Ирод, находясь в Иерихоне, почувствовал приближение смерти. Тогда по его указанию были арестованы сотни иудейских старейшин и раввинов. Ирод приказал запереть их на территории Ипподрома и поручил своей сестре Соломее предать всех их смерти в момент его собственной кончины. Он знал, что иудеи очень обрадуются его смерти, но данная мера могла гарантировать всенародный траур в этот день. Надо сказать, что этот изуверский приказ все же не был приведен в исполнение. Тем не менее, сам факт возникновения такой идеи подтверждает, что характеру Ирода вполне соответствовал другой исполненный ранее приказ, а именно убийство младенцев в Вифлееме в связи с вероятной угрозой появления среди них претендента на трон. Из Иерихона Иисус направился вверх по склону холма на иудейскую возвышенность в деревню, называемую Вифанией, где он оставался в течение субботы. В Вифании Христос гостил в доме Лазаря, Марфы и Марии Магдалины. За несколько месяцев до этого Лазарь умер и, будучи похоронен, пробыл в семейном склепе четыре дня. К моменту прихода Иисуса тело Лазаря уже начало разлагаться. Когда Марфа, сестра умершего, стала протестовать против того, чтобы открывали склеп, Иисус успокоил и обнадежил ее, сказав «Я есть воскресение и жизнь, верующая в Меня, если и умрет, а живет». Говоря это, Христос подразумевал прежде всего будущее воскресение в конце времени. Тем не менее, желая засвидетельствовать свою способность воскрешать из мертвых, Он возгласил «Лазарь, иди вон», то есть «выходи из могилы». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Кажется невероятным, но сила предубеждения оказалась столь велика, что вместо признания Иисуса как Мессии иудейское священно-началие решило предать его смерти. А чтобы заставить молчать о происшедшем Лазаре, решили убить и его. Сегодня Вифания – это арабская деревушка на южном склоне Масленичной горы, или Елеонской горы, которая расположена на пути из Иерусалима в Иерихон. По левой стороне дороги находится церковь Лазаря, а в стороне, чуть выше ее, можно увидеть могильную пещеру, в которой, как утверждают, и был похоронен Лазарь. Доказать подлинность этого места не представляется возможным. Имеются даже некоторые сомнения в том, что данная пещера вообще когда-либо служила могилой. За несколько дней до распятия Христа состоялся его триумфальный въезд в Иерусалим на Осли. Толпы людей в тот момент радостно восклицали «Асанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня!» Спустя некоторое время Иисус побывал на вершине Елеонской горы и плакал там, глядя на город, который упорно отвергал своего спасителя. С вершины горы открывался великолепный вид на город, раскинувшись внизу. На переднем плане красовался величественный храм, построенный Иродом. Но взор Христа застилали слезы. Он спустился по западному склону и, пройдя через поток Кедрон, вошел в городские ворота. Современный Иерусалим располагается на высоте от 5 до 15 метров выше уровня города времен Иисуса. Тот старый город был полностью разрушен римской армией в 70-м году н.э. Ныне существующие стены построил в 16-м беке Сулейман Великий. Сегодня ученики Иисуса не смогли бы узнать в этом городе тот самый Иерусалим. Сохранилось лишь несколько исторических мест, за подлинность которых можно поручиться. Одним из них, вне всяких сомнений, является купальня Вефезда, большой пруд, находившийся в черте старого города. Вскоре после начала своего земного служения Иисус пришел туда в субботу и повстречал там жалкого страдальца, болевшего долгие 38 лет. В то время существовало любопытное поверье. Считалось, что когда вода в пруде начинала волноваться, первый окунувшийся в нее обретет чудесное исцеление от любой болезни. Неудивительно, что как только вода начинала волноваться, вокруг пруда устраивалась суматоха и страшная давка. У больного, о котором повествует Евангелие, не было помощников, чтобы вовремя добраться до воды. Из жалости к нему Иисус склонился над ним и спросил, «Хочешь ли быть здоров?» Бедняга в ответ пробормотал, что в нужный момент у него не находятся помощников, чтобы помогли ему встать с постели и добраться до воды. Тогда Иисус сказал ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». В то же мгновение все тело того человека налилось силою, он поднялся и начал ходить. В Библии говорится, что этот пруд находится близ овечьих ворот и был обрамлен пятью портиками. К северу от храма действительно существовал пруд, обнаруженный в 1888 году. Впоследствии там были произведены земляные работы для расчистки места. Археологам удалось раскопать пять арочных сводов, и сегодня практически нет сомнений в том, что это та самая купальня Вефезда, упомянутая в Библии. Отпраздновав со своими учениками Иудейскую Пасху, в четверг вечером Иисус направился в Гефсиманский сад. В том месте сада, где, как принято считать, молился Иисус, построено две церкви, хотя точное место, где совершалась молитва, едва ли можно установить. Известно лишь общее месторасположение, где разворачивались события, описанные в Библии. Писание упоминает, что Иисус перешел через поток Кедрон и пошел на Елеонскую гору. И где-то в том месте появился предатель Иуда с разъяренной толпой и воинами, арестовавшими Иисуса. Из Гефсимании Иисуса повели на допрос обратно, той же дорогой через поток Кедрон, во дворец Анны, который приходился тестем Каиафе, а потом во дворец к самому первосвященнику Каиафе для дальнейшего дознания. Тем временем на свой совет собрался Осинедрион, своего рода местный парламент в Иудее. Неподалеку от места заседания Осинедриона апостол Петр отрекся от своего Господа. Едва члены Осинедриона собрались, Иисуса сразу же подвергли предварительному допросу и, воспользовавшись услугами подкупленных свидетелей, предъявили ему обвинение в угрозе разрушить храм. Правда, лжесвидетели так увлеклись, что наговорили множество очевидных противоречий. Отчаявшись заполучить желанное обвинение, Каиафа предпринял решительную попытку добиться того, чтобы Иисус обвинил себя сам. Провозгласив судебную клятву над пленником, Каиафа спросил, «Заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Первосвященник таким образом стремился повести дело так, будто смиренный плотник клялся, что он Мессия. Дело в том, что наряду с пророчествами о страдающем Мессии, в Библии имеются и пророчества, предсказывающие полную и окончательную победу Мессии над злом, и последующее возвещение о начале вечного мира и неприходящей жизни. Иудеи, сосредоточившись лишь на части пророчеств, лелеяли надежду на то, что Мессия подчинит всех врагов Израиля и возвысит израильский народ. Каиафа со своей стороны стремился доказать, что Иисус из Назарета – лишь обычный проповедник, а вовсе не тот избавитель, которого ожидал израильский народ. Не ответить на столь явный вызов было невозможно. «Ты сказал», – ответил Иисус первосвященнику, тем самым открыто заявляя о себе, как о Мессии. И он продолжил. «Даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Именно на такой ответ и рассчитывал Каиафа. Он не замедлил продемонстрировать свой притворный ужас, который якобы охватил его от услышанных слов. В Евангелии написано, «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом. Согласно иудейскому закону, суд, произведенный ночью, нельзя было считать полноценным. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Точное расположение дворца Каиафы в настоящее время неизвестно, но зато можно с уверенностью указать место, где Пилат совершал судебное разбирательство. О Пилате, как об исторической личности, сохранилось довольно много информации. Так, например, при раскопках римского театра в Кесарии было найдено описание, сделанное на камне, в котором упоминается имя Понтия Пилата. Этот камень находится сейчас в Еврейском музее Иерусалима. У историка Иосифа Флавия также сохранились свидетельства о деятельности Пилата в Палестине и о том, как он в конце концов был смещен со своей должности и сослан за свои многочисленные несправедливости, совершенные по отношению к иудейскому народу. Скорее всего, на момент допроса Иисуса Пилат находился в крепости Антония, которая располагалась с северной стороны храма. Выслушав обвинение в адрес Иисуса, Пилат заявил, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Подобный вердикт вызвал необычайное возбуждение толпы. «Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилея до сего места», зашумели начальники иудейские. Услышав слово «Галилея», Пилат ухватился за возможность избежать ответственности за осуждение невиновного человека и отослал Иисуса к Ироду, правителю Галилеи, который находился в те дни в Иерусалиме на празднике Пасхи. Ирод со своей стороны также не обнаружил никакой вины в Иисусе и направил его вместе с обвинителями обратно к Пилату. Пилат еще раз попытался снять с себя ответственность, предложив иудейским начальникам по традиции в честь праздника освободить одного из заключенных. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» предложил Пилат, явно намекая на то, что желает отпустить Иисуса. Но толпа истошно закричала «Варавву!» Пилат говорит им «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все «Да будет распят!» Распятие являло собой очень жестокую и мучительную казнь, и обычно предназначалось лишь для самых отъявленных преступников. И даже Пилат, который зачастую не слишком утруждал себя тем, чтобы восстановить справедливость, ощутил тяжкий груз вины и ответственности, сознавая, что приходится предавать такой мучительной смерти совершенно невиновного человека. Правитель сказал «Какое же зло сделал он?» Но священники не желали выслушивать такие вопросы. Они жаждали осуждения человека, который обличал их в лицемерии, и еще сильнее кричали «Да будет распят!» Прокуратор Иудеи, впав в нерешительность, сдался под нарастающим давлением начальников и народа. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. В буквальном переводе с еврейского языка слово «Голгофа» означает «череп». Точное место расположения горы Голгофы сегодня определить практически невозможно. Церковный историк Евсевий утверждал, что прежде на том месте располагался храм Венеры. Впоследствии император Константин ликвидировал его и воздвиг там церковь. Позже на том же месте построили церковь Гроба Господня. В 1883 году генерал Гордон, находясь в Палестине, был поражен видом холма, возвышавшегося чуть севернее старого города. Очертания этого холма походили на череп. Поблизости находилась пустая могильная пещера. Генерал написал об этом своим друзьям в Англию, которые принялись собирать средства для покупки столь красочно описанного места. Его сегодня порой называют «Голгофа Гордона» или «сад с могильной пещерой». Храм Гроба Господня, упомянутый выше, принадлежит католикам, а сад с могильной пещеры находится в распоряжении протестантов. Иисус был пригвожден ко кресту около девяти часов утра, а умер около трех часов по полотне. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. «И взяв тело, Иосиф обвел его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Многие считают, что Туринская плащаница и есть те самые погребальные пелены, которыми Иосиф обвел тело распятого Иисуса. Состоялось немало исследований Туринской плащаницы самыми различными экспертами. Но, несмотря на многочисленные заключения, не существует неопровержимых доказательств того, что это и есть та самая ткань, в которой было обернуто тело Спасителя. Между прочим, радиоуглеродный анализ датирует Туринскую плащаницу приблизительно 1300 годом. Хотя невозможно точно определить место расположения могилы Христа, захоронения подобного типа встречаются в Иерусалиме довольно часто. Одно из них — фамильный склеп Ирода с огромным овальным камнем, который можно подкатить к входу и закрыть его. Другой пример — гробница царей, рядом с входом в которую также находится округлый камень, но меньшего размера. Далее Евангелие повествует. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Совершенно очевидно, что никаких археологических доказательств воскресения из мертвых быть не может. Тот факт, что могила сада с пещерой и могила в церкви гроба Господня пусты, не стоит переоценивать. Существует множество могил как в Иерусалиме, так и в его окрестностях, которые также сегодня пусты. Но едва ли можно объяснить происхождение христианства, отрицая воскресение Христа из мертвых. Ученики Иисуса ожидали славного Мессию, который победит их врагов, а вовсе не страдающего Искупителя, который умрет за их грехи. И даже после воскресения Иисуса они спросили Его, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Кроме того, ученики с недоверием отнеслись к известию о том, что Учитель воскрес, и поначалу не поверили этому. В Евангелии написано о реакции апостолов на сообщение Марии, что она видела Христа воскресшем, следующее, «Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Конечно же, им и в голову не могло прийти сочинить историю о воскресшем. Достоверно известно, что большинство первых учеников Христа погибли мученической смертью. Трудно представить, что где-то найдутся люди с готовностью отдающие своей жизни за ложь, которую сами сочинили. Ясно и то, что враги первых учеников не стали бы придумывать или поддерживать идею о воскресении. Достаточно было просто продемонстрировать мёртвое тело, чтобы напрочь разбить идею о воскресении из мёртвых Учителя из Галилеи. Иными словами, Иисус Христос исполнил все предсказания пророчеств о Мессии и вполне разумно заключить, что евангельская история о Его воскресении остаётся единственным логичным объяснением возникновения христианской церкви.